Программа «Молодая семья» считается одной из самых популярных в регионе. С 2006 года она охватила более 63 тысяч югорчан. За годы реализации программы из окружного бюджета для этой категории граждан направлено более 19 миллиардов рублей. Я не знаю, не сравнивалось, как положение дел в других регионах Российской Федерации с этой категорией участников жилищных программ. Но, насколько понимаю, то вряд ли где-то это лучше, чем в нашем регионе. Однако не всё так радужно. Субсидии получили меньше половины из обратившихся. 20% вовсе не дождались своей очереди. По достижению 36 лет были исключены из программы. По результатам такого опыта губернатор Югры планирует полностью пересмотреть систему предоставления материальных поддержек населению. Я попросила своих коллег сейчас вернуться к нашим программам, где предусмотрены меры государственной поддержки, и которые выстроены именно на этой технологии, постановки на учёт в очередь, и пересмотреть эти механизмы с тем, чтобы формировались программы без очереди. Синхронизировано, сбалансировано запрос и обеспечение его. Ещё один наболевший вопрос в Нефтьюганске и в округе в целом – это балки. На начало ноября во всём регионе их осталось около 4 тысяч. Сократить количество такого югорского наследия обещают уже к 1 января. Мы рассчитываем на то, что в течение этого года и следующего, и оставшиеся 5 муниципалитетов справятся с этой задачей и закроют этот вопрос. По крайней мере, что важно, ресурсами обеспечены. Остаётся их распределить. Одним из новшеств пресс-конференции этого года стали вопросы из социальных сетей. Спросить главу региона в режиме онлайн мог любой желающий. Так, к примеру, нефтьюганско-пытьях задали давно наболевший вопрос – ждать ли чистую воду из-под кранов. Губернатор успокоила горожан. Про эту проблему никто не забыл. Решение будет. Оба этих города и мероприятия по обеспечению жителей чистой водой включены в государственную программу, составленную по требованиям, которые предусмотрены национальным проектом экологии и федеральным проектом «Чистая вода». И, следовательно, в соответствии с этой программой будут выполнены соответствующие мероприятия. Поговорили и об имидже Югры. Поводом поднять эту тему, как ни странно, стал недавний саммит в Стамбуле. Там Владимир Путин презентовал коллегам югорские деликатесы – сосвинскую селёдку, муксун холодного копчения, кедровые орешки и многое другое. Вкусные гостинцы получили президент Франции, глава Турции и канцлер Германии. Это, безусловно, сыграло в плюс имиджа нашего региона. С кем бы я ни общалась, обращала внимание на то, что Югра – это земля, где почётно жить, радостно жить, интересно. Наталья Комарова также отметила, что в конце ноября регион ждёт важное мероприятие. Столица Югры станет площадкой для проведения международного форума «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели». Перед участниками выступят лучшие российские и зарубежные эксперты в области развития гражданского общества. Дарья Прокопович, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».